Дорогие друзья, близкие и незнакомые Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас Когда очень близко подошел час испытания К которому мы готовились долго и страстно Прямо стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал Когда мне предложили совершить первый в истории полет Радость? Нет, это была не только радость Гордость? Нет, это была не только гордость Я испытал большое счастье Быть первым в космосе Вступить один на один в небывалый поединок с природой Можно ли мечтать о большем? Здесь так Поехали! Всем привет, вы на канале Весна Меня зовут Владос и это мой новый видос Прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить каждому из вас Что на моем канале ниже в описании есть ссылки на мой телеграм-чат и телеграм-группу Не будем на этом заострять внимание Надеюсь, что ролик тебе зайдет Подписывайся на канал, ставь лайк А мы начинаем Добро пожаловать на мой канал Со мной сейчас здесь рядом Родион Он работает до доставки И сегодня мы решили показать вам, как это выглядит изнутри Я бы назвал это не работой Я не то чтобы прям работаю, работаю Я скорее сделал такой следственный эксперимент Сколько вообще можно заработать на доставке Как это вообще все работает И... Ну, я люблю кататься на велике Но я подумал, что почему я катаюсь бесплатно Если я могу сделать это за баб Ну да Сейчас 11 утра Вот Покатаемся часика 2-3 Сейчас мы находимся в самом центре города Можете оглядеть его Очень много людей Воскресенье, выходной Посмотрим, сколько получится заработать в выходной день Просто туся весь день с утра До какого-то там обеда, например, на улице Кататься в пекло то еще удовольствие На улице практически плюс 30 Несчадно палит солнце Лето вот-вот на подходе Но чего только не сделаешь ради контента Поэтому не забываем подписываться И нажимать кнопку лайка под этим роликом Чтобы как можно больше хороших людей Увидело хороший ролик В такую погоду вообще нереально что-то делать Что привело тебя к работе курьером На Фиксит Гир велосипеде? Да слушай, я уже работал Года 4 назад на Фикси Короче, у меня случай такой произошел Я купил себе первый велик Но он был на Фривиле То есть это был ноунеймовый вел И я катался в Туле Я жил тогда в Туле И ездил на нем в курьерке Это начался коронавирус как раз Я катался, развозил заказы И в какой-то момент на полной скорости На перекрестке я ехал на красный Начали ездить по сторонам машины И в какой-то момент у меня просто отвалились тормоза А мне надо было продолжать работу Я получается довез последний заказ И приехал к точке, где все собираются И попросил, чтобы мне ребята дали ключ Переставил колесо задом наперед И все И как бы вот так вот я пересел на Фикс И в какой-то момент я понял, что это намного быстрее Намного, чем на Фривиле Пока ты не крутишь, у тебя падает инерция И соответственно тебе надо еще больше усилий Прикладывать, чтобы каждый раз Разгонять велосипед На Фиксе же такого нет То есть ты разогнался И педали крутятся сами То есть инерция не теряется И ты едешь и уже не паришься О скорости Ты так же расслабляешь ноги Они у тебя просто крутятся То есть ты их не напрягаешь И я думаю, что это большое заблуждение Что много кто говорит То, что на Фиксе больше сил тратится Это ошибка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше 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 Заказ готов Готов Готов? Да, магнит вот этот Нам надо Заказ готов Прямо через дорогу Купил новые ботинки Ботинки вот такого вот Размерчика, масштаба Очень классные, удобные СПДшные Поставил сюда Крюки И вот прикатываюсь И чуть-чуть попозже Сделаю об этих ботинках Видос Отдельный Но это будет Тема для другого ролика В общем, что Не будем терять времени Летим за заказом И поедем Доставим его Закидываем В сумчон Я ненавижу Такие заказы Потому что Очень тяжело ездить С такой Хуйней Тяжелой На спине Тяжелой Как ты думаешь Какие основные преимущества И недостатки Есть в работе В курьерке Именно на фиксе Ну преимущество Соответственно скорость Это самое главное преимущество Потому что Чем быстрее ты выполняешь заказы Тем быстрее Тем больше ты получаешь денег Потому что у тебя больше заказов Выпадает Пока какой-то парень На МТБ Выполняет один заказ Я успеваю выполнить три заказа Вот Это преимущество А из минусов Ну я не знаю Минусов Как таковых особо нет Если брать фикс Там уже минусы самой работы идут В плане тяжести Товаров, которые ты перевозишь И все Немного неудобно На фиксе перевозить тяжелую сумку Не успел Родион отдать заказ Короче новый заказ прилетел Что поехали сразу за ним? Да Ужасно жарко После того как ты скинул с себя 5 кг со спины Кажется что ты начинаешь просто по воздуху летать Типа очень тяжело И в такую жару еще возить с собой Тяжелый заказ Мы идем за очередным заказом Забирать его В перекресток Обычно заказ долго выдают Но я в принципе уже выжду Какое-то определенное количество времени Чтобы Чтобы он был готов Спасибо Можно Можно ехать Отвозить Аккуративно он оказался вообще очень маленьким Нам нужно ехать к дому мороженого Я даже не буду смотреть Где это находится Потому что я уже знаю где это Я думаю сейчас мы очень оперативно домчим до туда В двух камерах еду для того чтобы потом на монтаже сделать вот такую вот штуку с разными ракурсами Это очень удобно Добавляет динамики Блин что-то Родион топанул А я на екетовских колесиках Не очень комфортно еду Но в целом нормально Терпимо Но в целом нормально Терпимо Оп Немного Терпимо Подраконимся Чуть-чуть побудем с плохими ребятками Такие приехали мы Ребят Ух ты ж Что-то там тряхчит у меня в камере Это не есть бут Вернее не в камере, а в креплении Так давно я освоил 3D печать и пока что я новичок Но что тогда получается Я напечатал крепление на руль велосипеда для 360 камеры И к сожалению так как я его моделировал Это крепление даст о себе знать чуть-чуть попозже Поэтому смотри видео до конца чтобы узнать что с ним произошло Как ты поддерживаешь свой велосипед в рабочем состоянии И как часто делаешь техническое обслуживание Когда у меня был первый велосипед Я вообще не поддерживал никакое техническое обслуживание Ничего я никак его не обслуживал Сейчас же Ну плюс-минус раз в неделю мы ездим в гараж Собираемся все вместе Подкачиваем колеса Смазываем цепь Ну а все остальные палки один раз смазывал на дело То есть как бы особо ничего и не надо вкладывать больше Это велик без скоростей Там не надо настраивать скорости Не надо мыть эти скорости Это фикс полностью пустой Ты взял тряпочку просто помыл Тряпочкой влажной салфеткой и все И нужно ездить дальше Такое вот красивенькое местечко Цветочки Центр города Это так скажем более аристократическая часть города Вторая главная улица Называется она советская Продолжение следует Продолжение следует Можем переезжать дорогу Продолжение следует 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 Пока мы катаемся, можете увидеть наш замечательный, красивый город. С линзы чутка пострадали, эх, к сожалению, самодельное печатное крепление для моей камеры оказалось не совсем прочным, поэтому оно естественно отломалось и камера упала на асфальт. Одна линза пострадала, вторая линза осталась целая, камеру я уже продал, на авито пришлось сильно снизить ценник, потому что это уже не ликвид, на половину можно сказать. Поэтому камеру я продал и решил взять себе другую камеру. Может быть о ней я расскажу попозже, если вам интересно можете сказать об этом в комментариях, вообще могу снять отдельный ролик про все свои камеры, на что я снимаю, как снимаю и про все свое остальное оборудование для съемок. В общем, вы сами знаете, что куда, погнали дальше. Сколько ты примерно вкладываешь за сезон денег в свой велосипед? Да, толком нисколько, если только я покупаю какие-то запчасти новые. Недавно купил себе баран новый. Ну как новый, с рук, но новый для меня. Вот, я за 1300 купил баран с выносом. За 500 купил седло. Система с педалями за косарь приехала. Вот, резина мне досталась бесплатно. Ну, то есть я вложил сколько? Тысячи, наверное, три всего на весь сезон вперед и все. И больше не планируешь вкладывать? Да нет, планирую, планирую, но это такие единоразовые вклады в плане того, что я хочу велосипед купить и все. Больше я ничего не планирую с ним делать, абсолютно. А так, палки, вот, палка Владоса, которая меня снимает. Ну, я у него взял покататься, попробовать ее. Она алюминиевая, легкая и, я скажу, очень даже комфортная. Так, я бы себе взял. Немножко по фронту. Небольшой туринг, кусочек. О, тут вообще щебенка. Больше всего ненавижу щебенку, хоть и укатанная, но все равно. Ебать, ну и места. Так, этаж четыре. Чикс. Все, завершили слот. Сегодня крайне неподходящий день для съемок. Для курьерки, я имею в виду. Для съемок-то всегда подходящий. А вот для курьерки совсем нет. Я просто погибаю от жары. А плюс 26 это извращение какое-то. Поэтому, пожалуй, на этом мы, наверное, закончим наши доставки и поедем просто прокатимся. Сейчас мы находимся вообще в другом конце города. Нам выпал последний заказ за десять минут до конца нашего слота. Вот. И мы поездили его через весь город. Что могу сказать про сегодняшний день? Вообще, в планах было покататься чуть-чуть подольше. Но что-то как-то не пошло у нас дело. Потому что плюс 27 градусов ну просто никак не прет. И все. Слишком жарко. Мы, я не знаю, проезжаем метров 300 и уже нам жарко. Мы потные все. Но что-то как-то не хочется работать в такую погоду. Хочется пивко попивать. Естественно, безалкогольное. Никакой рекламы. Просто безалкогольное, освежающее. Вот и все. Работа 50-50, я так скажу. Если ты какой-нибудь студент и хочешь подзаработать, то это, в принципе, неплохой вариант. А если ты уже человек, у которого есть какая-то профессия, работа, то вот такое себе. Потому что тебе покажется, что на этом можно заработать слишком маленькие деньги. Как бы попробовал на фривиле покататься. Но это полный отстой оказался. Сразу же теряется инерция. И ты больше устаешь. В два раза больше устаешь. Слушай, реально. Я думал, будет легче, но все оказалось намного сложнее. Поэтому only fix. Давай твое напутствие фиксерам, которые хотят стать курьерами. Слушай, да я даже не знаю, что посоветовать. В общем и целом, если хочется, попробуйте. А там для себя уже решите, ваше, не ваше. Я скажу, что это не мое, но у меня нет выбора и мне приходится работать. Это не мое призвание как бы по жизни. И я скорее из нужды это делаю. Просто лишние деньги, они никогда не бывают лишними. Ну, а из подработок это, ты считаешь, лучшая подработка, которую можно найти сейчас? Ну, по крайней мере в нашем городе на данный момент. Это единственная подработка, которая возможна и самая, наверное, лучшая в плане финансов. Просто покатался и завтра получил деньги. Все. В конечном итоге, поработав доставки около двух с половиной часов, Родиону удалось заработать примерно около 400 рублей. Да, не так много, но работа нетрудная и все, что вам нужно, это просто возить заказы. Плюс при соблюдении определенных условий уже на следующий день вы можете вывести эти деньги и потратить на то, что вам нужно. Как по мне, неплохая подработка для студентов и просто подработка для того, чтобы были какие-то деньги на мелкие карманы и расходы. На этом, собственно, все. Пишите, что думаете о доставке, как вам ролик, как вам цвета, как вам монтаж. В общем, welcome to комментарии. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Не забываем ставить лайк и подписываться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok